сегодня звонила мне женщина у которой рак уже несколько лет и был рак потом обострение с метастазами которая прошла и химиотерапии нетрадиционные различные вещи которые уже метастазы началось все снизу смочь половой системы а теперь и в мозге метастазы и кишечник уже выведен вот и она полна оптимизма и она борется с тем что происходит верит что она справится с этим вы знаете и я хочу написать вот этот ролик посвященный людям у кого раковое заболевание поскольку 9 лет назад я это пережила и в свое время мне было тогда 63 года потом я помогла маме справиться с раковым заболеванием когда ей было 63 года и кое-что я поняла об этом заболевании потому что очень много читала об этом и в основном люди борются и те которые даже книги пишут об этом очень часто это делают врачи они наблюдают за собой что происходит процессы все делают оставляют такой документ но в результате большинство из них все равно умирает вот книги которых во всяком случае я читала но меня это все равно пессимизмом не зарядила потому что может быть оптимизм был от того что я матери своей помогла и когда она умерла и ее вскрыли через 20 лишних минут но у нее не было никаких абсолютно последствий и все-таки у меня сложилось убеждение в том что для раковых больных очень важно на всех трех уровнях работать на духовном эмоциональном и физическом уровне то есть нужно обязательно на физическом ощелочить организм почистить его то есть вот ну вы просто должны это как вот само собой разумеющийся делать то есть ну почистить имеется ввиду или клизм или другими способами то есть вычистить старьем что у вас там уже залежи и попитаться иначе то есть чтобы у вас живые бактерии появились в кишечнике чтобы ваш организм уже среда была щелочная а не кислотная потому что то что делают в основном грибы и все раковые заболевания они не любят щелочную структу они в ней не могут жить дальше конечно эмоциональный должен быть комфорт вот эта уверенность что вы справитесь вот отпущение всех обид на это есть очень много аффирмаций и все такое прочее вот и на духовном уровне нужно снять все претензии к миру то есть осуждение критика вот как бы окунитесь себя в свой внутренний мир наполнитесь любовью и потрясающим доверием вселенной и конечно кое-что делаете не просто лежите а почему я начала говорить потому что микросферы когда я маму свое время вытаскивала микросфер не было поэтому было щелачивание голодание аффирмации покаяние ну в общем вот такая была работа и она помогла и причем по роду по всему и у меня и у моей дочери как бы закрылась родовая программа надо сказать что я еще подавала и по всему роду в общем год поминание чтобы целый год шум есть такое за человека разгон подаешь весь год в церкви этого человека поминают по-видимому это важно что мы помним вот о своих родственниках ну коль в церкви есть такой ритуал это очень хорошо и тем более что предки наши но принадлежали к этой религии там уже с нас вопрос другой потому что вы уже в атеизме выросли там мы немножко другие вот они все-таки принадлежали к этому эгрегору и таким образом микросферы появились когда уже я была и вот об этом отдельный разговор так вот эта женщина позвонила на спрашивает вот мне хотя бы вот еще что-то дополнительное я задумалась что же мне ей сказать на это потому что анализ мой показывает что микросферы и раковые больные которые покупали это те кто были с болями очень сильными полное обезболивание вот это стопроцентно то есть все на четвертой стадии уже находящиеся там за несколько месяцев до смерти не принимали наркотики то есть процесс был обезболен они все-таки ушли потому что я перед этим говорил о комплексном подходе когда вы болеете раком то есть это заболевание прежде всего такое ну как бы духовное то есть обычное неизлечимое заболевание человек заболевает когда у него не согласие с этим миром претензии к этому миру на таком на высшем уровне там нравственности претензии счастливая судьба не складывается там имеешь претензии вот замыслу почему так происходит жизни за что как бы вы вверх посылаете несогласие с как развивается эта жизнь во время раковых заболеваний нужно совсем согласиться абсолютно принять причем принять вот здесь абсолютно все принять так вот микросферы что создают идеальное стерильное пространство вот поймите ни одному раком больному это не повредит как не повредила мне я эти микросферы уже в реанимацию взяла хотя у меня метастазы были страшная скоротечная форма рака они мне не повредили они просто заживили все абсолютно и не дали возможность метастазом развиваться то есть даже если там что-то оставили поскольку я семь дней лежала в микросферах голодала потому что это реанимация там только физраствор был то значит мой организм полностью за 7 дней восстановился а дальше я уже матрас подушка повязка на живот это вот каждая ночь уже у меня была и ощелачивание организма там прощение всех вся остальная работа полгода я с собой работала вот вот эти все три аспекта делала и как мой организм не стал больше развивать этого заболевания ничего утверждать абсолютно не могу потому что параллельно со мной люди которые были они шли своим путем кто делал там химию кто шел какими-то духовными другими практиками работал кто-то оперировался в германии проводил в израиле лечение к сожалению все умерли все кто вместе со мной там параллельно болел и я знала этих людей вот а мне удалось выкарапаться из этого конечно это какой-то такой феномен может быть даже одно из таких знаете как нет правил без исключений может быть я действительно как исключение но я должна этим поделиться о том что микросферы вам не навредят точно потому что даже те кто уходили микросферы не ухудшали а улучшали их состояние и у меня такое чувство потому что вот когда я кови там болела я по месяцу лежала в микросферах в очень тяжелом состоянии никакой больницу никуда я не ехала в результате мой организм справился долго по месяцу справлялся но он справился и после этого я чувствовала себя очень хорошо значит в организме есть ресурсы справиться со всем а микросферы они как раз создают вот эти условия то есть они хранят вашу энергию энергетический потенциал он не расходится воздух до других на предметы а он остается с вами вы капсулируете эту энергию и пускаете ее на самовосстановление и организм имея этот дополнительный собственный ресурс он восстанавливается мы обращаемся очень часто к энергетикам вот эти нетрадиционные я правда никогда не обращалась как бы у меня своей энергии достаточно всегда была я очень энергичный человек но просто от природы такой вот у меня есть подарок природы вот и вот это моя мощная энергия их ее сама капсулиру мало того чтобы не отдавать никому я вдобавок еще ушла из семьи бросила бизнес то есть я полностью капсулировать вот только я и или вселенная больше ничего вот полгода такой жизни вот такого одиночества в полной любви к себе у кого есть дача это можно сделать кого-то может есть лично или лишняя квартира но надо минимизировать информацию извне стараться чтобы это минимум тревожило хотя мне не повезло начались события на украине я очень переживала я так плакала и переживала за украину четырнадцатый год это был начало четырнадцатого года то что я объездила перед этим всю украину и мне так было там хорошо с людьми так далее так переживала что все это началось вот все эти перемены в этой стране и так таким образом отрицательная даже эмоция была но все остальное я исключила кроме этого и справилась с этим потом организм медленно восстанавливался вы не ждите что это через полгода все прямо не это было очень худенькая 51 килограмм весело вот как бы слишком худенькая сейчас я 60 вешу вот но тем не менее я все лучше и лучше себя чувствовала и постепенно так и жирочек народ за эти годы вот до 60 я дошла и уже стала выглядеть лучше а вот внутри физически я все чувствовала лучше и лучше себя и так таким образом я хочу сказать тем кто заболел раком особенно если у вас начальная стадия абсолютно не бойтесь обязательно купите или капсулу вот там с подушкой или купите матрас хотя бы подушку и повязку которую будете привязывать на то место где у вас это происходит вы можете параллельно я от всего отказалась от химиотерапии употребление каких-либо таблеток от всего вот но вы можете еще параллельно нет правда я еще что дополнительно сделала не буду врать вспомнила что я еще асд пила есть такие болтово капли вот который тоже ощелачивают организм они очень плохо пахнут но потрясающие по своему лечению вот эти капли я пропила я еще проколола аллопланты молдашевские вот 7 меня было этих уколов таких комплексные они по всему телу делаются этом макрофаги они активизируют это изобретение молдашева вот вот это я сделала вот мы все и дальше ощелачивала организм и психологически работала то есть получается все таки вот параллельно что-то попыталась сделать но вот молдашевские аллопланты колола вот вместе со мной в больнице там одна девочка собственно не увидела что ей кололи цкб приходил врач я попросила его не проколоть потом но эта девочка умерла тем не менее вот а значит асд я очень много хорошего слышала что люди просто продлевают жизнь себе и я вот сейчас давно уже года три-четыре не пила вот думаю что надо купить и опять профилактически пропить совершенно потрясающий препарат сейчас он раньше был только для животных не пускали его как бы людям но дочка болтова продолжила она кандидат миссии наук и добилась того что этот аппарат сейчас людям тоже продается эти капли асд вот собственно вот это можно тоже попробовать я лично только плюсы все получила от этого вот собственно я хотела сказать тяжело больным людям раком что микросфер не нужно бояться противопоказаний просто не может быть потому что они подключают ваши собственные ресурсы не для развития ваших грибов которые вибрируют совершенно в других вибрациях а наоборот для купирования этого процесса потому что грибы листы микробы говорят что они имеют коллективный разум так вот когда вы в энергиях микросфер вот этот коллективный разум аннулируется как например микросферами покрывают самолеты и подводные лодки с микросферами они невидимые для радаров вот я думаю то же самое происходит с вашими жителями внутри когда вы в микросферах они не видят свой коллективный эгрегор и таким образом лишаются силы размножаться и продолжать свою деятельность внутри вас вот но во всяком случае мой опыт и опыт тех людей кому я уже советовала был таков я просто это видела на живых примерах людей вот и я всегда могу представить все документы все анализы все что было со мной и как это происходило на протяжении 9 лет как менялась моя кровь как улучшалось состояние и тогда это подобное и так желаю вам успеха в работе над собой если вы больны и вот таким неизлечимым считающимся в наше время раковым заболеванием и так далее и